Не надо ждать чудес, что вы возьмете ребенка из детского дома и все, и мы заживем. Такого не будет, будет больше проблем. Мы хотим вот девочку такую трех лет. Нету. Будете четверых брать девочек. Ты можешь приехать домой поплакать, ты можешь с кем-то это обсудить. Но ты должна сделать это, когда ты уже уедешь из детского дома. А там ты должна посвятить свое время детям. Ну, это случайно получилось. Один наш знакомый решил отвезти туда новогодние подарки. И мы поехали просто с ним за компанией. Первый раз мы, когда приехали в детский дом, познакомились с директором, с ребятишками. Сразу зацепило, и мы поняли, что хотим ездить регулярно. Спросили ее, можно ли будет приезжать, ну, примерно раз в месяц. Она так улыбнулась, я вот хорошо это помню. Мне кажется, ну, не совсем поверила, что мы сможем вот каждый месяц регулярно приезжать. Потому что далеко, потому что дорога в одну сторону занимает около трех часов. Но мы сдержали слово, и вот с того самого дня, каждый месяц, ну, раз в пять недель примерно, мы приезжаем к детям. Ну, когда они к нам приехали, мы договорились. Когда я увидела Диму, Женю, в принципе, сомнения все отпали. Каждый их приезд – это праздник. К нам часто приезжают какие-то гости, но не ко всем дети привязываются. А вот здесь сложились такие теплые, дружеские, доверительные отношения, их дети ждут. Столько детей, сколько сейчас, ну, не было никогда еще. Вот мы сколько ездим, а их становится больше, больше, больше. А когда дети попадают, это всегда там сразу плюс четыре человека. То есть они вот от маленького и до большого, их сразу четверо появляется. Когда мы первый раз туда поехали, мы хотели просто побыть с детьми, чтобы им было хорошо. Потом мы поняли, что, ну, этого недостаточно. Мы думали, наверное, мы должны чему-то их научить. Там, вырезать, шить. Начали это делать. Потом поняли, что, ну, хорошо. А потом же выпускники, то есть в детском доме с ними все нормально. Они сытые, надетые, все. Потом выходят и проблемы. И мы поняли, что все-таки главная цель – это, чтобы здесь с ними, ну, помогать им наложить жизнь взрослого. А дети, которые выпускаются, и у которых нет отношений с человеком, с любым посторонним, они тебя не послушают. И нужно много лет ездить, чтобы ребенок вырос, и чтобы, когда он выпустил, он, если захочет, мог прийти за тебя за советом. Вот поэтому мы решаем, мы ездим практически одной командой в один детский дом, чтобы быть ими друзьями. Дмитрий и Евгения Брискины – приемные родители. Волонтеры благотворительного фонда «Милосердие». Взяли шефство над Петропавловским детским домом в Муромцевском районе Омской области. Регулярно навещают воспитанников, организуют для них мастер-классы и спортивные мероприятия. Дима, только не съешь все. Дети так не хватает этого, и они вот практически всегда так реагируют. Больше того, скажу, они, если постоянно находятся в детском доме, потом выходят, и они тоже могут так реагировать в взрослой жизни. То есть для них все друзья, все мамы и папы могут быть. Это нужен психолог, и он должен с этим работать, это нужно. У нас с нашей, с Ритой так было, мы с ней на площадке гуляли первое время. Сидит бабушка, своего внука звала, или внучку. Там, иди к бабушке. Наша подошла к ней. А что она ко мне подошла? Ну, вы сказали, иди к бабушке. Она пришла к бабушке. Для нее все были девушки, ну, женщины, либо бабушки, либо мамы. А все дяди, папы. У меня какой-то, может быть, уже профессиональный блок. То есть я туда приезжаю. С одной стороны, я, ну, вот, делайте со мной что хотите, но эмоционально там, может быть, не сильно впускаю их к себе, потому что, ну, это тяжело. Подружка мне однажды сказала, она сейчас в нашей команде, она ездит в артын с мужем. Она говорит, я никогда не смогу ездить, вот как вы это делаете? Я говорю, ну, ты не сможешь ездить, а дети могут там жить. Ты взрослый человек, и ты можешь справиться со своими эмоциями. Ты можешь приехать домой поплакать, ты можешь с кем-то это обсудить. Ну, ты должна сделать это, когда ты уже уедешь из детского дома. А там ты должна посвятить свое время детям. Иногда мы что-то мастерим мальчишки отдельно, девочки отдельно. Иногда смотрим фильмы вместе. Летом у нас какие-то мероприятия на улице проходят. Вот, например, каждый год у детей, ко дню защиты детей, большой праздник в детском доме. И с концертом, с программой мы приезжаем, вот, наверное, три раза мы уже были. Подключаемся к этому празднику, привозим батуты, попкорн, сладкую вату. И вот тоже участвуем в этом празднике с детьми. Сегодня мы проведем для ребятишек мероприятие в спортивном зале. Параллельно мы будем делать новогодние поделки. И у нас есть традиция, что мы всегда после нашего такого небольшого праздника, мы всегда вместе едим. Это обычно время полдника. Сегодня мы будем готовить бургеры. Мне было очень тяжело, потому что мы ездим в основном по субботу. Это мое время, когда я занимаюсь бомбинтоном, я с друзьями собираюсь. И вот одну субботу я жертвую этим. Все собираются, а я нет. И когда я вторую субботу в месяц забрал, потом третью, ну, в другие детские дома. И мне, ну, как бы я начал выходить из зоны. Я знал, что это надо. Мне уже, друзья, ты что нас на кого там применяла? Начинаешь вам объяснять. Ну, я всегда пример привожу цветок. Вот ты его, ну, с детства там плохо выращивал, он растет уже сухим. Но если его в данный момент улучшить условия, он будет расти по-другому. То же самое дети. Да, он не станет там супер каким-то, может быть, человеком. Но окружишь его вниманием, то ты сделаешь все возможное для него. А так ты можешь закрыть и отвернуться, но он все равно будет там. Он будет расти и развиваться так, как, ну, получится. У детей, которые воспитываются в детском доме, ну, их, конечно, вывозят там куда-то. Ну, многие вещи, которые для нас обычные, для них это белое пятно в голове. То есть мы, когда туда приехали, кто-то первый раз попробовал киви. Ну, то есть мы туда фрукты привозим. Кто-то первый раз попробовал шашлык. Представляете, вы привозите ребенка и в город Руся стоит, и дверь в магните вот так вот закрывается и открывается. Он стоит, а кто ее открывает и закрывает. Ну, то есть для нас это обычно, ты идешь и даже об этом не думаешь. Вы, когда туда ехали, первый раз, вы же не думали, чем это все закончилось? Нет. Первый же раз, когда мы туда поехали, я увидела Сабрину. Ну, то есть мы до этого рассуждали с Димой о том, что когда-то у нас, может быть, будут детки из детского дома. Ну, когда-нибудь. И вот первая поездка, я увидела Сабрину, и все. И вот, я не знаю вообще, дальше все как в тумане. Потом узнала, что у нее есть сестра, думаю, ну, как бы, ну, нет, ну, двое, одна взрослая. Жень, ты что, рассказала Диме? Ну, да, у нас такая, Женя более эмоциональная, то есть она приезжала там, переживала, что-то планировала. Я первый раз без Димы ездила. Да, а я ездил, ну, я всю жизнь с детьми проработал, то есть я по образованию педагог, и, ну, в принципе, в детских лагерях всегда. Для меня было просто всегда приехать и ни с чего провести какое-то мероприятие. Но я всегда этим был занят, то есть я приезжал, с ними играл, и только потом уже Женя начала меня потихоньку в этом направлении подталкивать. Нужно вначале пройти школу приемных родителей. Это обязательная процедура. Заказать справки об отсутствии судимости, пройти психолога-нарколога, да, медицинскую комиссию, обследование жилья, справка о доходах. Можно не пройти в основном из-за жилья, то есть чтобы, смотря сколько детей ты берешь, у каждого было спальное место, если они школьники, чтобы у каждого было рабочее место. В нашей анкете была девочка до трех лет. С голубыми глазами, блондинка. Ну это уже шуточки, да? Ну, когда ты… Как все, все так хотят. Пришли в опеку, и ну мы хотим, они говорят, что вы хотите? Ну мы хотим вот девочку, трех лет. Нету. Будете четверых брать девочек? Там 15, там, ну такие в смысле четверых. Ну вот есть 4. Ну я утрирую, конечно, ну вот такая ситуация. И мы такие, ну наверное не наше время. В чем большая проблема? Вот это я только сейчас начинаю понимать. Я очень хорошо помню этот поход в опеку, когда мы приходим, а нам говорят, нет детей. Я так вообще, ну что за грубиянка тут? В смысле нет детей? Детские дома есть, а детей нет? Говорят, ну по вашему запросу нет детей. Я вообще тогда была просто в бешенстве от того, в первых, какой тон она выбрала для разговора, и вообще от этой информации. И вот после того, как мы три года проездили в детский дом, и иногда там люди в соцсетях пишут, а можно с вами поехать, а мы тоже хотим ребенка. А теперь я уже задаю вопрос, а какого ребенка вы хотите? И они пишут девочку до трех лет, и я им пишу, а нет таких детей. Ну только с другим тоном, конечно. И таких детей, правда, очень мало. Вот мы ездим в Петропавловку уже четвертый год, и за все это время там был, если я не ошибаюсь, только один мальчик маленький, примерно трех лет, без братьев и сестер. И его через какое-то время забрал родной дедушка. А так в основном, это даже вот у нас девчата, их двое, это большая редкость. В основном детей трое, четверо и пятеро. Таких детей называют паровозиками. И этих детей нужно взять все вместе в семью. Поэтому очень сложно найти им родителей, потому что взять сразу трех, ну, кто решится. Поэтому эти дети зависают надолго в детском доме. Не всех детей можно сразу взять под опеку или восстановить. Наших нельзя было. Под опекой — это дети государства. Ну, прежде всего, это значит, что, например, если родители кровные захотят восстановиться в правах, они могут легко это сделать, и государство может забрать деток из приемной семьи и передать их обратно. Если дети усыновлены, то этого сделать невозможно. Если дети под опекой, то приемные родители получают какие-то небольшие пособия. У этих детей, конечно, есть ряд льгот. То есть эти дети по достижению 18 лет должны получить квартиры. Но в нашем регионе это плохо работает. Очень большие очереди. Я не знаю, получает кто-то или нет. И есть льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Но мы решили, что нам все эти плюшечки не нужны. Мы хотим стать настоящими родителями, у которых есть абсолютно все права на своих детей, у которых никто не может забрать своих родных детей. И все, что дает государство, пособия, квартиры и учебу, мы осилим сами. Но есть еще много моментов психологических. Когда ребенок растет, у него же другая фамилия при этом. То есть ты ходишь в школу, сначала ты это не понимаешь, потом ты сам начинаешь себе вопрос задавать, а почему. Потом твои сверстники узнают каким-то образом. По праву можно все поменять. Даже дату рождения плюс-минус поменять. Ну это такая тайна усыновления называется. Но мы поменяли только фамилию и, по-моему, место рождения. Ну чтобы удобнее было. Чтобы мы в Омске и в Омск. Некоторые дети, как правильно заметили, то есть весна-то мне, Сабрина. Первое время, даже когда Женя показала, вот Сабрина, мне она понравилась, я начал к ней присматриваться. Она такая прям вот, к парням вообще не подходила. Вот она у нас такая молодая, только с девочками. Она спрашивала, почему ее? Ну я за воспитательницей спряталась. Ты рисовала, да? Да, я видела. Один раз ездила, посмотрела эту девочку, которая Жене понравилась с первого взгляда. И я когда увидела, как мы приехали, и она вот летит, Женя увидела, она вот так вот ее обняла, и ребятишки тоже подбежали к Жене, и она вот так вот ручки все убирает. говорит, Женя только моя. И я тогда, еще тогда вопрос был не решен, будут детки наши, не будут. И тогда я Жене сказала, я говорю, ой, Жень, если не получится, очень тяжело будет и тебе, и Сабрине. Просто уже какая-то связь вот чувствовалась. Ну ты вот знала, что именно сегодня за вами приедут? Нет. Нет? Нет, знала, она не помнит, да. Сабрина, она просто, ну правда, все забывается. Она, конечно, знала, когда мы приедем, потому что там была такая история, в общем, ну как-то так получилось, что им сказали заранее, что вот сегодня вас заберут. А на самом деле документы еще не были готовы. И мы приехали в Муромцево в опеку и заехали в детский дом просто их попроведывать. И мы на тот момент сами детям еще ничего не говорили абсолютно, потому что мы не знали. На 100% у нас не было уверенности, что получится. Ты тут до последнего можешь не знать, мало ли что. Но каким-то образом они узнали. Ну кто-то из сотрудников сказал. И мы приезжаем, а они такие готовы уже. Сабрина говорит, я пакет собрала. Ну то есть для нас тогда это, конечно, шок был. И вот с тех пор мы тогда месяц еще ждали документы. Каждый день мы созванивались с Сабриной. Я звонила старшим девочкам в детский дом. Мы разговаривали каждый день. И первый вопрос, который она задавала, «Зеня, а вы нас скоро заберете?» Каждый день. И вот какой-то очередной день я ей говорю, мы приедем завтра. Поэтому, конечно, и она знала. И мы очень ждали, потому что весь этот месяц, этот день мог наступить вообще в любой день. Ты каждое утро просыпаешься, думаешь, может быть, сегодня. Мы ждали просто звонок из опеки. Вот однажды дождались. Ну я помню этот день. Он такой. Мы прям ехали за детьми. Мы жили долгое время одни. То есть у нас ритм такой уже был нам комфортный. И что там дальше будет? Я переживал за то, что дорога 200 километров. Что Рита не захочет в детском кресле ехать. На самом деле она села, посмотрела, что ее пристегнули. Поехал все. Нормально было. У нас все даты хорошо помнит Сабрина. Дату эту мы, конечно, помним. И, по-моему, в прошлом году она с бабушкой и с дедушкой была в другом городе. Звонит и говорит, А ты помнишь, что сегодня за день? Я говорю, что за день? Четыре года назад вы нас забрали. Я говорю, ну, мы так вообще любим пошутить. Я говорю, что сочиняешь, какие четыре года назад? Всегда вы были. Что ты несешь, дочь? Когда мы зашли в дом, меня больше всего удивила кошка. Кошка вначале нас боялась. Потом к нам привыкла. Она больше всего боялась Риту. Большинство из тех, кого берут в семи, они сразу с первого дня могут называть мамой и папой. Единицы только не знают, как называть или что-то стесняются. Мы сразу обговорили этот момент, чтобы не было никаких неудобств, чтобы не он, она. Ты можешь называть нас как хочешь. Как тебе удобно, так и называй. Просто мы были уже знакомы больше полугода на тот момент. И, конечно, когда мы приезжали в детский дом, Сабрина называла нас Женя, Дима. Для меня было удивительно, что мы, когда проходили школу приемных родителей, и там вещи такие психологические говорили, я скептически был, но почему они могут меня научить? Я уже взрослый человек. И вот они разговаривали о том, что есть медовый месяц, когда ты берешь детей, то есть ты всему рад. Потом ты начинаешь и дети тебя видеть, таким, какие есть, и ты детей видишь, и ты уже начинаешь немножко конфликтовать. И все вот эти этапы, они на удивление начали проявляться в нашей семье. Я такой, оп, обо мне об этом говорили, интересно тут. А что это я здесь? Ну, потому что уже месяц прошел, ты уже ребенок, и Сабрина тоже приехала, Женя наготовила котлет, суп, все. Она такая кушает, неделю все кушает, потом садится, а я вот это не ем. Я говорю, Сабрина, ты же на прошлой неделе это ела. А она, наверное, ну, чтобы как бы себя так... То есть вот, ты проявляешь какое-то есть начало, ты подстраиваешься. Ну, интересно, такие моменты были. На удивление, большинство наших родственников, друзей, все поддержали, и не было никаких даже, а зачем, а подумайте. Есть всегда люди, которые, ну, в основном, это были люди такие интеллигентные, обученные, а вы не боитесь наследственности. Ну, такие вопросы. И со своим ребенком проблемы бывают, поэтому здесь, как в детей вкладываешь что-то, то и получаешь. Особенно было видно по Сабринушке. Сабринушка была, она очень спокойная, и она очень замкнутая была. Она даже вот на контакт не очень шла, особенно с чужими людьми. Такая вот прям преграда была. А потом в семье, говорят, дети раскрываются. И когда она получила вот любовь, и заботу, она, конечно, вот очень миленькая, хорошенькая девочка. Ну, а Рита, ну, маленький ребенок, он, по-моему, ну, вообще сама прелесть. Сразу увидела, вот так ее обняла, и обережение, какая она махонькая, она так хорошо разговаривала. То есть в два года она уже вот щебетала прям. Поэтому они совсем, конечно, разные, но тема интереснее. Сразу вот приняла их как родных. Наши, наши. Я всегда вспоминаю сразу историю Димы и Жени. И она очень поучительна. Я вижу, насколько дети сейчас в семье, насколько они счастливы, они растут счастливыми детьми. По ним уже даже никогда не скажут, что это дети из детского дома. Они живут с мамой, папой. У многих семей происходят какие-то конфликты, когда нет детей. Им кажется, что жизнь рушится, потому что у них нет детей. Но их жизнь не склеится благодаря детям. Если в семье нет семьи, то дети — это не решение проблемы. Ну, не надо ждать чудес, что вы возьмете ребенка из детского дома, и все. И мы заживем. Такого не будет. Будет больше проблем. Если вы не можете, если муж и жена не могут найти взаимоотношения и любовь и гармонию друг с другом, то ребенок не поможет. Будет только хуже. Да, на какое-то время акцент внимания сместится, что-то их будет объединять. Но только до того времени, пока ребенок не выйдет в самостоятельную жизнь. Потом такие люди чаще всего расходятся. То есть нужно детей брать изначально в семью, где все хорошо, где семья. Не надо питать иллюзией, что ребенок может склеить чужих людей. Потом не должно быть никаких вариантов, что бы ни происходило, вернуть этих детей обратно. Потому что когда-то этих детей уже предали. И пережить предательство во второй и в третий раз — это сломать жизнь человеку во второй и в третий раз. Поэтому прежде всего хорошо подумать, сможете ли вы. Я бы посоветовала относиться к этому не так, что ты хочешь реализовать себя как мама или папа, а прежде всего ты хочешь дать лучшую жизнь этим детям. И возможно, ты никогда не станешь им на 100% мамой и папой. Такое тоже может быть. Но ты можешь стать им очень близким человеком. Ты можешь стать им другом. Поэтому не надо от детей требовать, чтобы они пришли сразу выполняли все твои правила и называли тебя папой и мамой. Не надо ожидать большего. Нужно разумно очень подходить к этому. Мы начали ездить просто как волонтеры. Собственно, мы сейчас просто с Димой волонтеры фонда. Вот честно, я вообще не бухгалтер. Мне с цифрами очень сложно. Вот ездить к детям, что-то с ними делать — это мое. Заниматься там деньгами, бухгалтерией — мне до сих пор это все очень не нравится. И возникла необходимость просто в том, чтобы это все систематизировать, для того, чтобы опять же писать какие-то проекты, иметь какие-то взаимоотношения с государством, писать какие-то гранты. Для этого надо, чтобы был фонд. И поэтому нашлись у нас люди юридически образованные, которые оформили документы, и появился фонд. Вообще у них помощь не разовая какая-то, а системная. То есть мы продумываем, вот прям у них такая как программа идет, и одно из направлений — это помощь выпускникам. Это вообще проблема сейчас острая со всеми выпускниками детских домов, и мы часто об этом говорили с ними, что вот пока дети здесь, они в безопасности, они всем обеспечены. Рядом с ними взрослые, которые им помогают, а вот когда они выходят, им очень сложно, особенно в первый период. И многие дети, ну, оступаются, где-то перестают учиться, и им, ну, трудно. То есть нужна какая-то поддержка, опора. И вот ребята из фонда «Милосердие», ну, конечно, Дима, Женя, они помогают этим детям встать на ноги. Сейчас в городе шесть выпускников, два парня и четыре девочки. В прошлом году мы вдруг придумали, что мы можем помочь им улучшить оценки, средний балл аттестата, для того, чтобы они поступили в лучшие учебные заведения, чем они хотели. Это не сработало. Мы искали репетиторов, на это было потрачено много сил и финансов тоже. Мы столкнулись с такой проблемой, что да, и дети не готовы были к занятиям, и репетиторы были не готовы к занятиям. Когда начались занятия, я стала получать сообщение. Женя, там, Маша не выходит на связь уже три дня, она совсем не ценит мое время. Она, по-моему, вообще обнаглела. Я думаю, боже мой, я сейчас должна быть просто психологом и вот для Маши, и для этой взрослой женщины. У меня были мама и папа, которые меня контролировали. У них этого нет. Конечно, они прогуливают занятия, конечно, они за них не платят и вообще их не ценят. Были у нас удачные примеры, было, наверное, два или три человека, кто вот начали заниматься и довели это дело до конца. То есть у них всё хорошо сложилось, а в основном нет. Но, тем не менее, дети поступили. В городе сейчас шесть человек. Первый месяц, когда они приехали, мы привозили им в общежитие продукты раз в неделю, потому что до стипендии был месяц и денег для жизни у них не было. Дима, такой как, не знаю, глава семейства, сказал им, что, ребят, вот бывают разные в жизни обстоятельства, в основном обращаются за помощью и советом, когда что-то тяжёлое в жизни происходит. Ну вот вы знаете, что вы ко мне можете обратиться, если проблемы будут. То, что для вас проблемы нерешаемы, для меня решаемы, я взрослый, у меня есть какой-то опыт, мудрость, и вы можете всегда ко мне обратиться. Мало того, что они закрывают у нас очень многие направления для развития детей, для того, чтобы дети здесь могли жить как-то в более комфортных условиях, более приближенных к семейным каким-то условиям. Ну и кроме этого, это же очень большой фактор играет общение, общение вот с такими людьми. Ну, на мой взгляд, это вот у меня такое впечатление, это какие-то просто светлые, добрые, не знаю, какие-то настоящие такие люди, вот просто настоящие. И когда с такими людьми общаешься, самому хочется стать чуточку получше и веришь в то, что, ну, не все у нас потеряно, что у нас очень много хороших людей, причем вот таких молодых, современных, энергичных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова